Добрый вечер. Что касается событий в Украине, то это напоминает мне больше не революцию, а погромы. И, как мне покажется странным, на мой взгляд, это мало связано с взаимоотношениями Украины с Евросоюзом. Ведь, обратите внимание, внутрь этих проектов соглашений никто не погружается, никто ничего не видит и никто ничего не слышит. Говорят, что у украинского народа отбирают мечту, но если посмотреть на содержание этих соглашений, то до этой мечты, а в принципе мечта хорошая, многие могут просто не дожить, не дотянуть, потому что условия очень жёсткие. И, на мой взгляд, всё, что происходит, как я уже сказал, не имеет прямого отношения к взаимодействию Украины с Евросоюзом. Это внутриполитический процесс, попытка оппозиции раскачать действующую, легитимную, хочу подчеркнуть, власть в стране. И более того, всё, что сейчас происходит, говорит о том, что это совсем не революция, а хорошо подготовленные акции. И эти акции, на мой взгляд, были подготовлены не к сегодняшнему дню, они готовились к президентской выборной кампании марта, во всяком случае, весны 2015 года. Ну, просто это небольшой фальш-старт в связи с обстоятельствами определёнными, но это всё заготовки к президентским выборам. И то, что это заготовки, это, по-моему, для всех объективных наблюдателей очевидная вещь, имея в виду, что мы видим с экранов телевизоров, как действуют хорошо подготовленные и обученные группы боевиков на самом деле. Вот моя оценка. А оппозиция, она то ли не всегда может контролировать, что там происходит, то ли просто является определённой политической ширмой для экстремистских действий. Мы исходим из того, что ситуация всё-таки нормализуется, и украинское руководство, украинский народ сам, в конце концов, определит свои шаги на ближайшее время и на историческую перспективу. Повторяю ещё раз, хочу это подчеркнуть. Каким бы ни был выбор украинского народа, мы в любом случае будем относиться к этому с уважением.